Куда бы мы ни обращались, они напишут самые ужасные бумаги, чтобы нам только детей не отдали. Это цитата местных органов опеки, говорит Марина. За что ее семья попала в немилости, женщина не понимает. Трое детей уже в детдомах, а эта малышка на подходе. Пару раз я отказалась от стационара и все. У меня врач-педиатр начала. В опеку жаловаться везде. Они пишут, что дети отстают в развитии. У Романа у него с детства диагноз был. Роман – отец троих детей. У старшего сына мама замечала отставание, но списывала это на наследственность. А у старшей дочери сменялось настроение из-за громких выяснений отношений родителей. Но это, по мнению Марины, не повод разрушать семью. Для троих детей она уже лишена родительских прав. Девушки друг к другу передают детей. У нас опеке это не нравится. Сын с дочерью они спали тут. Это Мишина кровать. В тесноте да не в обиде. Спальные места – один из критерий возвращения детей в семью. Они, по мнению родителей, есть. Есть и продукты, и порядок в доме. Его от мамы когда забирали, он был очень грязный. У него было много болячек. Он начал говорить, он начал выражать эмоции. Он стал, скажем так, адекватнее. У него нет таких эмоциональных вспышек. Это успехи старшего сына Марины. Назовем его Петя. В Барнольском детдоме он уже год. Как его старшая сестра. Назовем ее Алина. Дети очень сильно отставали. То есть огромная педагогическая запущенность. А сейчас, по факту, готова к школьному обучению. Сотрудники центра помощи говорят, что сестра и брат сплоченные, ласковые, добрые. Всегда рады маме. В последнее время она приезжает редко, но всегда привозит подарки. А чаще звонит. Младшего сына Марина не видела много месяцев. В Барнаульский дом малютки ее не пускают. Говорит, службы не идут навстречу, потому что у нее нет заработка. Хотя до родов, подчеркивает Марина, она работала. Сейчас работает Роман. Но и его занятость в расчет не берут. С котником сейчас работаем. Ну и что? Около 14 тысяч в месяц выходит стабильно. У нас куры, у нас конь, у нас свиньи, у нас огород 30 соток. Это все мы делились. Я знаю, у них большая семья. Ой, господи, я не знаю уже, что делать. Соцработники Первомайского района в пользу Марины говорят, действительно не пьет. Но находят у многодетной мамы другой большой изъян. Вот я прихожу к ней на патронаж. Значит, она сидит, я говорю, Марина, давай будем убираться, это грязно. Она говорит, нет у меня чисто. Значит, я говорю, Марина, здесь не должно быть собак здесь, потому что находятся дети. Ну и что? Ну и что? Значит, это вообще, это непреодолимо. Непреодолимо. Она зала, то сейчас буду помыть, а то мы будем облегать. Дома есть кубики. Мы там и собаки дома. Кучаешь по маме? Нет. Обратно домой хочешь? Обратно вернуться домой хочешь? Тебе здесь нравится? А чем ты тут занимаешься? Просто играй и ссорил. Воспитатели детдома рассказывают, что за этот год дети научились самостоятельно умываться, чистить зубы, ходить в туалет. В их настоящем доме санусла не было. Алина ходит к логопеду, за ней и братом присматривает психолог. Специалист хотела бы встретиться и с мамой малышей, но Марина ни разу к ней не обратилась. Между тем женщина собирается подавать в суд, чтобы вернуть себе родительские права на старшую дочь Алину. Осенью девочка идет в школу. А затем планирует начать борьбу за возвращение других детей и сохранение самой младшей. Анастасия Драган, Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.